Культурный подкаст Короленко ОНЕЙР. Подкаст о литературе, кино, музыке и театре. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Короленко ОНЕЙР. Я Галина Безотусная. Сегодня мы путешествуем по книжным полкам и знакомимся с романом современного российского прозаика Владимира Сорокина, который так и называется «Роман». Владимир Сорокин – писатель, сценарист, драматург, художник. Один из наиболее ярких представителей концептуализма и соцарта в русской литературе. Автор 11 романов, а также ряда повестей, рассказов, пьес и киносценариев. Лауреат многочисленных литературных премий – Андрея Белого, НОС, Большая книга и других. А также номинант Международной Букеровской премии. Книги Сорокина переведены на десятки языков. А в России произведения писателя много раз становились предметом общественной дискуссии, в том числе и судебных разбирательств. Учился он в Московском институте нефтяной и газовой промышленности имени Губкина. Получив высшее образование по специальности инженер-механик, Сорокин в течение года работал в журнале «Смена». Занимался книжной графикой, живописью, концептуальным искусством. Участвовал во многих художественных выставках. Оформил и проиллюстрировал около 50 книг. Как литератор сформировался среди художников и писателей московского андерграунда 1980-х годов. Считается представителем постмодернизма. В рассказах и романах автор использует разнообразные литературные стили. В советское время он был близок к кругу московского концептуализма. Публиковался в сам издате, в частности, в митином журнале. Первая официальная публикация в СССР относится к 1989 году, когда рижский журнал «Родник» поместил в ноябрьском выпуске несколько рассказов писателя. Чуть позже рассказы Сорокина появляются в российских журналах и альманахах. Третья модернизация, место печати, искусство кино, конец века, вестник новой литературы. На Западе его романы публиковались в крупнейших издательствах. А теперь о книге «Роман». Итак, «Сосновый бор». Он всегда поражал романа единством и монолитностью. Как сильно разнится он с простым смешанным лесом, высылающим навстречу путника сначала кустарники с подростом, потом подлески и одиночные деревья, а потом уж наползающим стихийно, где дубом, где березами, где осинником в разброд, подобно пестрому войску наших предков. Не таков Сосновый бор. Нет перед ним ни подлесков, ни бурьяна. Он наступает широким фронтом, сразу обрушивая на путника всю свою вековую мощь и разя его в самое сердце. Роман замер, пораженный величием и красотой. Роман, молодой столичный адвокат и художник-любитель, уезжает в деревню к дяде, круто меняя свою жизнь в поисках нового смысла и вдохновения. Он попадает в пространство русского романа конца XIX века, и его неспешный ритм и идиллический ландшафт. Здесь все кажется бесконечным. Трапеза, охота, сенокоз, пожар, лес и традиционные споры о судьбах России. Владимир Сорокин восстанавливает помещичьи дачных быт и персонажи русской прозы с такой любовью и тщательностью, что может показаться, будто его задача написать еще один классический роман. Но это, конечно, не реконструкция, а деконструкция. Бесконечная идиллия заканчивается вроде бы внезапно, но на самом деле предвестники финала начинают постепенно прорастать сквозь текст, подобно диковинным цветам распада, разрушая устоявшийся патриархальный русский мир. Пастераль превращается в триллер. Книга вызывает неоднозначную реакцию читательской аудитории, но роман, безусловно, интересен и оригинален. Дмитрий Быков – писатель, поэт, публицист, литературный критик. В описаниях всего, что заменяет собою человеческую жизнь, Сорокин не знает себе равных. И в эпоху, когда о жизни изо всех сил стараются забыть, вытесняя из сознания любую память о ней, он действительно писатель номер один. Спасибо за внимание. И не забывайте слушать наш подкаст. Субтитры создавал DimaTorzok